МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2019 году построено 440 километров дорог. Турция расширит свое военное присутствие в регионе. Всеармянский фонд Айастан поддерживает армянские учебные заведения в Ливане. Сегодня день памяти Гранта Матавусяна. 4600-летние пещерные жилища в деревне Зодар, провинции Зара, Себастье и Западной Армении вероятно будут восстановлены по просьбе местных жителей. Около 100 пещер, расположенных к северу и к юго-западу от деревни Теодурге, были, вероятно, построены около 4000 лет назад. В пещерах есть небольшие комнаты, похожие на укрытие. В пещерах к северу от деревни есть настенные рисунки, креста, свидетельствующие о том, что ранние христиане также жили в этих убежищах. Известно, что последними, кто жил в этих пещерах, были армяне. Жители деревни хотят, чтобы лестницы, ведущие в пещеры, были отремонтированы, и эти пещеры были открыты для туристов. Реконструкция армянской церкви Святого Киракоса в центре Тикарнакерта началась месяц назад. Ремонт планируется завершить к 2020 году. В 2011 году, после долгих лет остановления, церковь была отремонтирована и вновь открыта при финансовой поддержке фонда церкви и муниципалитета Тикарнакерта. Во время столкновения в Суре в 2015-2016 годах церковь сильно пострадала. Церковь Святого Киракоса в Тикарнакерте, считающейся крупнейшей армянской церкви, на Ближнем Востоке, была построена в 1376 году. Она расположена в центральном армянно-населенном районе города. В 2019 году у Армении было построено и капитально отремонтировано около 440 км дорог. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, по состоянию на ноябрь 2019 года на территории республики было построено и капитально отремонтировано 330 км автодорог. В рамках субвенционных программ отремонтировано еще 110 км дорог. В этом году было отремонтировано более 330 км государственного значения, столько же, сколько в 2013 по 2017 годы вместе взятых. Фактически за год было выполнено столько работ, сколько ранее проводилось за 5 лет, отметил премьер. Он также подчеркнул, что по сравнению с предыдущими годами существенно снизилась себестоимость ремонта дорог. Если, например, в 2014 году капитальный ремонт одного километра дороги обходился, в более чем 200 миллионов драмов, то в этом году те же работы обошлись бюджету в два раза меньше. Около 80 миллионов драмов написал премьер. Турция расширит свое военное присутствие в регионе Килисия. До недавнего времени присутствие турецкой армии было ограничено Турцией, за исключением нескольких международных миссий и временных миссий на Кипре. В настоящее время турецкие военные действуют в ряде стран региона. В прошлом месяце Анкара внезапно объявила, что подписала соглашение с правительством национального единства Ливии о морской демокрации, а также соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которая допускает возможную военную помощь. На фоне новой напряженности на востоке Средиземного моря Турецкая республика Северного Кипра разрешила Турция использовать свой аэропорт для работы беспилотников. В заявлении премьер-министра Турецкой республики Северного Кипра говорится, что правительство одобрило полеты беспилотников из Турции в аэропорт Гечет-Токале. Турецкие БПЛА будут нести ответственность за греческую часть Кипра, контролировать все операции в Греции, Египте и Израиле. Помимо беспилотников, у Турции есть свои военные корабли в Средиземном море. В течение многих лет турецкая армия осуществляла надзор за военной базой в Бачике, Ниневии на севере Ирака. За прошедшие годы Турция направила тысячи военнослужащих и десятки танков и военной техники в этот регион, продолжая сохранять свое военное присутствие в Ираке, несмотря на противодействие со стороны Багдада. В 2016 году правительство Турции впервые направило войска в Сирию в рамках военной операции против ИГИЛ и курдских национальных сил самообороны. Впоследствии турецкая армия постепенно расширила свое присутствие в Джараблусе, Дабике и Аль-Бабе. Военная операция «Оливковая ветвь» против сирийских курдов началась в Африне и его окрестностях. 9 октября 2019 года Турция начала широкомасштабную операцию «Источник мира», охватывающую районы Рас-Эль-Айн и Таль-Абьят. Через три месяца после начала операции президент Турции Раджептай Пардаган объявил, что его армия не покинет регион до полного вывода всех иностранных войск и урегулирования сирийского кризиса. Исполнительный директор всеармянского фонда Айастана Айкак Аршамян посетил Бейрут, чтобы передать 18 армянским гимназиям Ливана 150 тысяч долларов США. При этом 50 тысяч долларов из этой суммы направило правительство Республики Арцах. До этого с заявлением выступил всеармянский фонд Айастан, сообщив, что еще один блестящий пример единства и сотрудничества Армении, Арцаха и диаспоры. На средства фонда Айастана и правительства Арцаха у 5020 учеников, обучающихся в 18 армянских гимназиях, Ливана будет возможность получить стипендии. «Правда твоя, победа твоя, будущее твое, ты настоящий, ты победитель, ты хозяин будущего» Грант Матавосян. 19 декабря – день памяти армянского писателя, публициста Гранта Матавосяна. Родился 12 февраля 1935 года в селе Ахнедзор. Первой работой стала повесть Ахнедзор, а сборником стал август, выпущенный в 1967 году. Далее идут коллекции деревья «Мы, наши горы», «Живое и мертвое», «Осеннее солнце» и многое другое. А также рассказы и романы «Голова», «Зеленое поле», «Гумеш», «Повелитель», «Дождевые облака». По мотивам грозы были сняты фильмы «Мы, наши горы», «Август», «Осеннее солнце», «Господь» в киностудии «Айфильм». В театре поставлены спектакли «Наш уголок большого мира», «Нейтральная зона», «Мецамор» и другие. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Тигран Мансуриан Ашнан Ареф. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Продолжение следует...